Объект готов к эксплуатации. В регионе начат прием многоквартирных домов, получивших вторую жизнь благодаря новой программе капитального ремонта. О завершении работ, запланированных на 2014 год, первым отрапортовал Ивнянский район. На финишной прямой еще пять муниципалитетов. О темпах реализации адресной программы капремонта общего имущества жителей многоэтажек Белгородской области шла речь на брифинге, который прошел сегодня в Доме правительства региона. Продолжит Наталья Войтенко. Стены этого дома в самом центре Белгорода помнят многое из истории становления и развития нашего края. Он был построен буквально через 10 лет после образования самой области. С тех пор проспект Славы, на котором он расположен, изменился до неузнаваемости. Только это строение и сегодня хранит на себе отпечаток тех далеких лет. За полувековую жизнь дом номер 68 не видел ни одной масштабной реконструкции. Поэтому в график работ, запланированных на 2014 год по программе капремонта, он вошел одним из первых. На восстановление строения площадью более 6 тысяч квадратных метров потребуется около 25 миллионов рублей. В объем капитального ремонта входит ремонт кровли капитальный, ремонт утепления фасада, замена всех инженерных сетей, ремонт фундаментов и ремонт подвальных помещений. До 1 октября мы его планируем закончить. Дом станет теплее. Установится ИТП. Будет производиться отпуск тепла по фактическим объемам. То есть из практики это 20-25 процентов. Люди будут платить меньше за потребляемую энергию по заплоснабжению. Контроль за капитальным ремонтом многоэтажек самый строгий. По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства области Олеси Булгаковой, чтобы не возвращаться на объект через год или два, необходимо тотально мониторить качество всех работ. В роли контролера выступают не только представители администрации районов и специалисты госжилнадзора, но и в первую очередь сами жильцы многоквартирных домов. Они же входят и в комиссию по приемке объектов. Мы максимально привлекаем к этой работе собственников, потому что мы понимаем, что кроме как собственник никто более качественно не проконтролирует, как эти работы сделаны. Оплата работ происходит только по факту того, когда дом принят, закончит капитальным ремонтом и принят этой комиссией в эксплуатацию. В банк мы предоставляем акт выполненных работ и протокол общего собрания о том, что эти работы выполнены, собственники эти работы приняли. После этого происходит окончательный расчет с подрядными организациями. Всего на финансирование работ по ремонту многоквартирного жилого фонда региона в 2014 году направлено более 730 миллионов рублей. В том числе 75 миллионов – это средства фонда содействия реформированию ЖКХ, около 135 поступили из областной казны. Остальные 70% средств – деньги собственников. И если с началом действия программы многие восприняли ее с настороженностью, то сегодня жители региона понимают, что каждые 5 рублей 90 копеек за квадратный метр идут на нужное дело. Уровень взноса сборов на капремонт стабилен и составляет в среднем по области более 85% от начислений. В первую очередь в программу попадают дома с наибольшей изношенностью. Объем работ, необходимых для восстановления того или иного строения, специальной комиссией определяется индивидуально. Если человеку тепло на первом этаже, не факт, что на пятом человеку также тепло. Понимаете? И когда мы говорим о том, что первый этаж говорит, что мне утеплять не надо фасад, зачем? У меня тепло, а вверху замерзает. Но это же означает, что мало того, что необходимо поменять инженерные коммуникации, но и фасад утеплить в том числе. Поэтому решение принимается по заключению специализированной организации, не по желанию собственников. В 2014 году ремонтные работы развернуты в 19 муниципалитетах, многие из которых уже на финишной прямой. В Лидерах и в Нянский район. Все 106 многоквартирных домов, которые стоят в плане программы на этот год, планируются сдать к началу октября. Наталья Войтенко, Дмитрий Коваленко, Новости мира Белогория.